Валерий Николаевич Яковлев Последние лет 30, наверное, мы постоянно участвуем на театральных фестивалях. Наград их очень много, включая там Волковский фестиваль в Ярославле. А самые памятные? Ну, я не знаю, ну, если говорить самые памятные с точки зрения престижа театра, это вручение государственной премии Владимиру Владимировичу Путину в Кремле, в Екатеринском зале, вот ежегодно там вот вручают премии, участникам, создателям спектакля «Свет далекого счастья». Это по пьесе Арсения Тарасова. Государственная премия в области театрального искусства. Вот, пожалуй, вот самый яркий, может быть. Но и не скажу, что остальные вот фестивальные встречи не оставляют впечатлений. Мы их много получали. Если в Уфе в 1990 году «Ежевика вдоль плетня» был такой очень известный спектакль, не только у нас в Чувашии. И мы на этом фестивале, фестиваль назывался Международный театральный фестиваль «Тюркоязычных народов Туганы. Братство». И мы приехали там вот с такими номинациями, победителями. Лучший спектакль, автобус театральный. Прямо буквально после фестиваля мы гоняли, перегоняли автобус большой. Лучший режиссер Яковлев, лучшая женская роль Яковлев получал, лучшая мужская роль Геннадий Большаков получил, лучший композитор Николай Казаков, лучший художник спектакля Фёдоров Валентин. Вот смотрите. Заврали все награды. Почти все. После этого на других фестивалях полушутя, полуобеды коллеги из других театров говорят, ах вы, ничего до других не оставили. Ну, конечно, разве это... Это ведь... Это работа. Работа, это заслуга театра, всего коллектива. Это почетно и вместе с тем действительно приятно. И стараемся всегда участвовать на фестивале. Вы сказали про коллектив, а что касаемо актеров, всем известно, что творческие люди, они очень ранимые, они, ну, скажем так, как маленькие дети. Как вам удается найти с каждым общий язык, возможно, кого-то уговорить, утешить, приголубить? Какой-то у вас секрет есть? Георгий Александрович Тарстанугов говорил, как положительные качества режиссер – это когда вокруг него образовывается добровольный диктат. То есть он диктат режиссера, но вместе с тем подчиняется добровольно, не насильно, но это, наверное, в идеале. Но мне приходится применять это и другое. Приходилось. Но бывало и жесткость некоторые творческие, когда я не имею в виду обыкновенно административно-дисциплинарные понятия. Я имею творческое понятие – завербовать, зажечь замыслом, идеей, вот своим концептуально, своим видением этого спектакля, вот буквально завербовать. Тогда, если убеждаешь, он и подчинится, актер. А если ты не сможешь убедить его, что именно вот так надо, вот так надо идти, тогда ты ему открываешь двери в мир этого образа и спектакля. Тогда он идет свободно. Но бывает по-всякому. Ну, потом, конечно, актеры разные. Тем больше у актера вот эти клеточки нервные внаружу, тем идеально актер. А если глубоко зарыто у него чувства и эмоции, такой человек, наверное, на актера не годится. Он должен сам зародиться и заражаться предлагаемыми, как мы говорим, обстоятельствами, пьесой, ролей, и зажечь. Сам не зажжешься, зритель не зажжется никогда. Надо тратить свою душевную, духовную, умственную энергию. Говоря, ну что, какая прекрасная жизнь актера. Пришел, повеселился, пел, сыграл, радостно. После закрытия заново или до открытия еще, публика не знает, сколько пота, сколько бессонных ночей, сколько мучений испытал он для того, чтобы выйти к зрителю легко. А самый тяжелый – это когда, кажется, смотришь, как легко удается. Удается, да. А это очень тяжело добиться. Ну и, конечно, природные данные. Если Бог наградил кого-то, скажем, актера, и родители наградили, это прекрасно. Трудом, конечно, что-то можно добиться, но все-таки природные данные непременно для того, чтобы посвятить себя этой профессии. В центре творчества Калининского района города Чебоксара состоялась благотворительная елка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организатором мероприятия выступил женсовет Калининского района. Такой праздник должен подарить ребятам хорошее настроение, ведь Новый год – это время, когда исполняются самые заветные мечты. Для детей, в первую очередь, это, конечно, праздник, чудо, Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи. Но считаем, что праздник удастся, и наши дети будут довольны и счастливы. На праздники ребят ждали подвижные игры и знакомства со сказочными персонажами. Кроме того, в гости к ребятам пришли веселые смайлики, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Веселую атмосферу создавали интерактивные конкурсы и танцы. Основная идея нашего представления – то, что любая реальность намного лучше мобильной виртуальности. То есть мы сегодня детям расскажем, что не надо все время зависать в мобильных телефонах, играть в компьютерные игры, а много всего очень интересного есть в жизни. Проходит время, но дети, как и прежде, верят в Деда Мороза. А значит, все загаданные желания непременно должны сбываться. На мой взгляд, дети всегда верят в чудеса. Что сейчас дети, что и прошлые дети. Всегда хочется верить в сказку, во что-то волшебное, интересное. Все, конечно же, ждут какого-то чуда. Зима дарит нам сказку и рисует на окнах морозные узоры. Именно в такие моменты очень важно дарить друг другу теплоту и уют. А между тем, времени до самого волшебного праздника в году осталось совсем немного. Елена Яковлева, Бахтияр Вереев для программы «Чебоксары. Культурная столица». Валерий Николаевич, в Вашем центре работают живые театральные легенды. Ими гордится республика, ими гордитесь Вы. А как Вам с ними работается? Легко? Ну вот, Вы же задавали этот вопрос, я не ответил. Трудно. Почему? Ну, скажем, у каждого свой характер. Ну, мы возьмем Веру Кузьмину. Нет, дядя Васьбова, я скажу обязательно. Я хотел сказать, вот характеры разные. Есть привычки какие-то. Потом дома, семье, все это надо как-то привести к знаменателю. Конечно, тяжело. А легко, творчески, профессионально, потому что мы одной крови, как бы одной школы. Вера Кузьмина окончила московский ГИТИС. Выучилась у Великого, Михаила Михайловича Тарханова. Это соратник Константин Сергеевича Станиславского. Другая группа, вот Яковы, Григорьевы, Кутузова. Это другая плеяда. Тоже ученики МХАТовца, ученики Орлова. Орлов был учеником Станиславского. Я уже говорил тоже, вот мы как бы получаемся творческими внуками Станиславского. Мы уже внуки. А мои ученики уже правнуки. Они вот Институт культуры и искусств закончили, тоже работают. Другая группа актёров приехала из Ленинграда. Кацмана Аркадьевича. Три выпуска из Московского театрального вуза Щепкинца при Малом театре. И вот я сказал, мои ученики Институт культуры и искусств. Мы как бы веруем одному и тому же Богу, как говорится. Это принципы понимания, назначения театра, способ разговора на сцене, способ проникновения в роли и в жизнь. Едино. В этом смысле легко. Ну а с такими актрисами, как, скажем, Кузьмина, Григорьев или Яковлев, вот раньше были ещё ушедшие из жизни, Виктор Родионов, Иванов, Ургалкин. Это великие мастера. С ними не нужно было много тратить на объяснение. Если что-то подскажешь, что-то предложишь, они тут же подхватывают и развивают. Слово-сколо взглядом. Да. Чем талантливее, тем... Ну, бывают, если человеческие какие-то там разницы между тобой и этим человеком, но всё равно же можно найти профессиональный, очень хороший язык. Валерий Николаевич, Новый год – это время чудес, это время желаний, мечт. Были ли у Вас такие мечты, которые реализовались? И есть, возможно, та, которая вот-вот реализуется, или Вы о ней мечтаете, желаете, чтобы она сбылась? Хотя говорить про мечту не надо рассказывать в сом. Ну, всё. Ну, я многократно говорю, поэтому скажу. Ну, мне грех жаловаться. Я смею утверждать, что творческое Яковлево, оно как бы, наверное, можно ли говорить, что состоялось. Я ставил много того, что я хотел ставить, и выразил так, как не хотелось это выразить. Ну, если говорить, я назвал уже чувашских авторов, я, если говорить о других Шекспира, там «Двенадцатая ночь», «Мензорские проказницы», или же зарубежные, скажем, «Федерико Гарсио Лорки», «Великий испанский поэ-драматур», «Кровавая свадьба», «Дом Бернарда Альба», или «Соприкоснулся я к Толстому», «Власть мы». Кстати, был очень сильный спектакль, интересный спектакль. Ну, и Пушкин, Моцарт и Сальери, а ныне идет Дон Жуан. Мы называем Дон Жуан абсолютно не насилуя название Александра Сергеевича Пушкина, он называется «Каменный гость» из маленьких трагедий. Но, когда он в Болдино написал, он в письме Плетнева пишет, что вот написал Евгений Онегин, и, наконец, закончил маленькие трагедии Дон Жуан. А «Каменный гость» он назвал позже. А по поводу Моцарта и Сальери. В Ленинграде есть такой актер, театральный деятель, рецептор, он председатель общества Пушкинского. Он собирает фестивали, и как-то мы с ним разговаривали, я говорю, ну, возьми спектакль Моцарта и Сальери вот на чувашском языке. Да, давай, 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 давай. Когда? Вот когда? Сколько там у тебя? Я говорю, у меня там 70 человек. Что? 70? Там всего 6 персонажей. Кажется, 6, да. Я говорю, у меня хор и оркестр. А это был совместный проект с Яклашкиным, его с хором капеллой и камерным оркестром. Ну, мы ездили в Орёл на фестиваль, очень интересно. Так что я вот как-то имел честь быть вот с прикосновенным в творчество Пушкина. Ну, не буду всех называть. Назову только из того, что не осуществилось, мечталось, не сбылось. Пока что, ну, скорее всего, даже и не сбудется. Но драматурговый, один из любимейших драматургов, конечно, Чехов Антон Павлович Чехов. Безумно люблю. Много видел его в разных театрах и зарубежных. Я сам всегда мечтал и никак, и в молодости никак не осмелился. Я всё время чувствовал своё несовершенство. Я не готов ставить. И вторая причина – должны быть единомышленники. Так же, как я понимали Чехова. Прочитывали. Да, а не так, вот как его рассказы, там, интересно же, скажем, злоумышленник, там, ещё чего-то там. Ну, уже такие, разные Чеховы. И вот мечтал, перевод даже сделал, чайку. Ну, вот до сих пор ещё не приступил, не приступаю. Я скажу, не желаю вам этого. Не готовым, считаю себя. А может быть, уже поздно. Наверное, посмотреть, как жили и о чём думали наши предки, интересно практически каждому. Именно такую возможность предлагает своим зрителям выставка «Охотники каменного века», которую открыла в Чувашском национальном музее. Она является частью большого новогоднего проекта, объединившего в себе несколько экспозиций. Здесь зрителям представлены предметы быта, древние артефакты и другие предметы, которые удалось обнаружить археологическим экспедициям. Сейчас подобные экспонаты в Чувашии чаще всего обнаруживаются в Янтиковском районе. Это предметы быта, топоры, каменные наконечники, те вещи, которые использовались в качестве охоты, в быту, орудия труда. Также представлен большой палеонтологический материал, что включает в себя останки древних ископаемых зверей, таких как мамонт, древняя ископаемая лошадь, бизон. В сети выставку зритель сразу погружается в атмосферу седой древности. Особенно этому способствует специально оформленная зона, пройдя в которую сквозь портал, зритель переносится сквозь тысячелетия от эпохи гаджетов и планшетов в эпоху охоты на мамонтов и пещерных медведей. Сейчас нас отделяет от нее несколько тысяч лет, а узнать о культуре предков можно по наконечникам каменных топоров, фигуркам так называемых неолитических венер и другим артефактам, оставшимся на стоянках эпохи каменного века. Образ жизни древних людей многие тысячелетия оставался неизменным, но с течением времени сознание человека стало постепенно меняться. Следующая эпоха бронзового века, там уже появляются новые орудия труда, появляются новые виды керамики, тут уже развивается ремесло, абсолютно новый вид происходит, неолитическая революция, так называемый это переход от присваивающего виды хозяйственных к производящей, то есть люди уже научились обрабатывать землю, охотиться на животных, не то чтобы охотиться на животных, а именно сами выращивать себе скотину, дома держать. Именно вот происходит эволюция человека. И это еще далеко не все, с чем можно ознакомиться в Национальном музее. Кроме экспозиции охотники каменного века, в праздничные дни посетителей ждет высовка минералов и волшебный мир сказок Петра Абажова, а также многое другое. Елена Яковлева-Бахтияр-Велеев для программы «Чебоксара. Культурная столица». В преддверии Нового года, я так понимаю, юные зрители посещают Ваш театр. Что происходит сейчас? Ну, конечно, я скажу обязательно, несмотря на какие-то мрачные мысли возникают, приход к тебе, все равно нас никто не переубедит. Мы избрали эту профессию добровольно. Не на зарплату, а с верой в то, чтобы быть полезным кому-то. И есть и мечты, и замыслы есть, и желание как-то быть нужным людям. И детская аудитория к нам приходит. Мы ежегодно ставим новые и новые сказки. А к Новому году обязательно готовим елки, праздничные, нарядные представления. Если я скажу, что вокруг елки вот этих персонажей, изображающих, бегают не только заслуженные артисты, но и народные артисты, чуваши. Может быть, некоторые не поверят, это так. Мы относимся честно к ним, ребятам. По мере сил, по мере возможностей, таланта, мы стараемся, чтобы им было весело, радостно, чтобы они поверили, что есть прекрасное в этой жизни. В этом году год на собаке. Говорят, он должен принести очень благополучие большое, без всяких катаклизмов, без всяких потрясений. Дай Бог, чтобы это было так, пусть всем будет хорошо и радостно в Новом году, счастливо. Как раз я хотела спросить, Валерий Николаевич, что бы Вы хотели пожелать нашим зрителям телеканала ЮТВ? – Да, конечно. Хотелось бы, чтобы Ваш канал тоже держал планку, вот эту хорошую планку, чтобы влиять добром, художественностью на тех людей, которые смотрят Вас. И мы как бы в одной пряжке, в одной пряжке перед теми людьми, которые приобщаются, искусству приобщаются прекрасному. Я желаю им добра, желаю им благополучия, чтобы было и согласие в каждом доме, чтобы дети росли добрыми, счастливыми были, и чтобы все-таки ничего мрачного, нехорошего, не сопутствовало Вашей жизни, чтобы всегда был достаток у Вас в доме. – Валерий Николаевич, мы благодарим Вас за замечательную беседу, и искренне желаю Вам доброго здоровья и долгих-долгих творческих лет жизни. – Спасибо большое. – На этом наша программа «Чебоксара. Культурная столица» подошла к концу. Я ее ведущая, Елена Светлая, прощаюсь с Вами. До свидания. Письмо Деду Морозу Дед Мороз, я хочу стать волшебником, хочу научиться летать без крыльев и без пропеллера, в облаках над землей порхать. Хочу придумать лекарства от старости, боли и бед, чтобы люди забыли про возраст, не думали, сколько им лет. Хочу, чтобы бабушка с дедом позабыли дорогу к врачу. Ты скажи мне волшебное слово, я быстренько их подлечу. Мне бы вырасти поскорее, самому за себя отвечать. И все-все обо всем на свете я мог поскорее узнать. Я сейчас учусь в первом классе, до одиннадцатого далеко. Ты пойми, Дед Мороз, пожалуйста, мне приходится нелегко. Всех желаний не перечислить, и бумаги не хватит писать. Верь я, ты поможешь мне, Дедушка, добрым волшебником стать. 27 декабря в Государственном Русском Драматическом Театре в 10 часов состоится программа «Зимняя сказка» и «Представление около елки». Чувашский Академический Драматический Театр в 11 и 14.00 приглашает на музыкальную сказку «Дети ветра» и «Новогоднее представление у елки». Чувашский Государственный Театр «Кукол» приглашает на новогоднее шоу «Рустовых кукол», «Новогодний бал у Золушки» с просмотром спектакля «Золушка». В Театре оперы и балетов в 14.00 премьера мюзикла для детей «12 месяцев». А в Музыкальном училище Федора Павлова в 18.30 пройдет большой новогодний концерт русского романса «Белая акация». 28 декабря Государственный Русский Драматический Театр в 10 часов приглашает на программу «Зимняя сказка» и «Представление около елки». Чувашский Государственный Академический Театр приглашает в 11 и 14.00 на музыкальную сказку «Дети ветра» и «Новогоднее представление у елки». 29 декабря Государственный Русский Драматический Театр в 13.00 приглашает на программу «Зимняя сказка» и «Представление около елки». Чувашский Государственный Академический Театр приглашает всех в 14.00 на музыкальную сказку «Дети ветра» и «Новогоднее представление у елки». А Музыкальное училище в 18.00 приглашает на исполнение вокальных произведений к дипломному спектаклю по драме Бернарда Шоу «Пикмалион». 30 декабря, 2, 5, 6 и 8 января в Государственном Русском Драматическом Театре продолжается программа «Зимняя сказка» и «Представление около елки». В Театре оперы и балета 30 декабря в 10.30 со 2 по 6 января в 11 и 14.00 продолжится показ мюзикла для детей «12 месяцев». А завершит праздничный марафон 8 января в 11.00 программа «Зимняя сказка» и «Представление около елки» в Государственном Русском Драматическом Театре. Русском Драматическом Театре